Друзья, всем добрый день. Ну что, друзья, давайте мы с вами поговорим, наверное, о коррупции. Эти дни мы разбирали с вами Крокус, до этого мы разбирали артистов. Ну, давайте мы все-таки пообщаемся на тему коррупции. Я вам приведу ряд примеров, которые произошли за эти дни. И, конечно, Крокус, ситуация в Крокусе, она, эти события как-то сгущает, всем не до коррупции в нашей стране, но за эти дни произошли реальные задержания. Наши спецслужбы показали то, что борьба с коррупцией в нашей стране ведется, и ведется она на самом высоком уровне, в высших эшелонах власти. Буквально вчера, практически, когда мы разбирали события в Крокусе, был задержан чиновник из Минэкономразвития Игорь Хроновский, целый начальник департамента. Этого товарища я лично знаю, когда-то работал с ним в правительстве Республики Ингушетия. Но я всегда говорил, и руководителю говорил, герой России, Индрий Бомангиревич Левкпру, что к нему нужно повнимательнее присматриваться. Это неоднозначный персонаж, и самое главное, мы с вами видим его задержание в кабинете, а потом дома у него проводили обыски. И эти обыски вы сейчас увидите, посмотрите, и потом оцените всю хронологию событий. Как жил этот чиновник, и на какую ногу он жил, одним словом, на широкую ногу. У него нашли целый автопарк машин, сейфы, забитые деньгами. И самое главное, я никогда не понимал и не понимаю этих людей, я имею в виду этих чиновников, которые идут на руководящие должности. Но они думают, что государство это какая-то частная лавочка, где можно зарабатывать деньги. И на эти деньги жить себе на широкую ногу позволяет практически все. Сейчас вы посмотрите видео, будет, и увидите, как он жил. Спасибо. Тот не просто тащил сюда А ты в 19-е? Не совсем Все нормально, все нормально Дать да Хотя может переходник Какой? Только не читали Где-то 1400 Слушай, они в пачках нам наверное не надо И сколько на момент 15-го года он стоит? Я даже не скажу вам потому что я честно напомню Что? Дальше 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 Игорь Хроновский Задержан у себя в кабинете Группа оперативников зашла в кабинет одного из башен Москве Сити Для него стало это неожиданностью, где ему оперативники сказали «Доброе утро, Игорь Витальевич!». Затем показали документы следствия, фамилия задержанных ФСБ не разглашает. Это написано в статье. Но все уже знают, что задержан Игорь Хроновский, и в этом сомнений нет. А занимался этот товарищ, я так понимаю, в группы лиц. Насколько я понимаю, что группа лиц, они занимались рядовским захватом в Минводах в Ставропольском крае, я так понимаю. Установлено похищение участников группы лиц в одной из нефтяных компаний региона природного газа в особо крупном размере. Ну, факты налицо, какие у него дома лежат суммы денег, и вам все станет очевидно. Говорят о том, что у нас спецслужбы не работают, ну, как некоторые пишут в комментариях, друзья, вы ошибаетесь. Наши спецслужбы как раз работают. Наши спецслужбы как раз в этом направлении ведут большую работу по коррупционным направлениям. Просто некоторые моменты не стараются освещать, чтобы не раздражать людей. Но посадки идут практически каждый день. Следующий. В Москве задержан замруководитель таможенной службы Елена Ягодкина. Об этом сообщили, опять же, информации СМИ, РБК, Коммерсант, Интерфакс. Чиновню задержали в рамках расследования уголовного дела. В ее комитете прошли обыски. По информации РБК расследование касается начисления таможенных пошлин. Друзья, целый замруководитель там федеральной таможенной службы задержанных. Ну и следующий у нас человек. Сотрудники спецслужб задержали начальника северо-восточного управления Росавиации Алексея Радюка. За присвоение премий подчиненных, как пишет канал Авиаторщина, речь идет как минимум от 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по превышению наших полномочий. Вот практически вот такая история. Друзья, я всегда говорил и говорю этим нерадивым чиновникам. Вы, когда приходите на вот такие вот должности, вы должны прекрасно понимать, что вы в первую очередь служите во благо народа, во благо наших людей, во благо государства, но не во благо своего кармана. И тот, кто раз опустил руку в государственную казну, знайте, рано или поздно за вами придут. Что касается вот этого вот чиновника, про которого сказал Игорь Хроновский, да, вы не поверите, этот человек раньше был в свое время водителем. И каким-то образом этот водитель стал воздавлять целый департамент. Представляете, да, что из водителя сделали, он возил одного олигарха, и из водителя сделали чиновника высшего эшелона. Ну, вот вам, пожалуйста, вот и последствия. А последствия самые простые. Задержан коррупционер, взяточник. И самое главное, что вы сейчас обратите внимание, я вам уже в этом видео показал, вы, наверное, обратили внимание, какие дома у него суммы денег лежали. В долларах, рублях, автопарк машин, и дорогие машины есть, и недорогие машины есть. Ну, тем не менее, у нас вот такие вот последствия, да, что чиновник мог позволить себе жить на широкую ногу и иметь вот такие крупные суммы денег у себя дома. Еще раз говорил и говорю, и говорю этим чиновникам. Знаете, друзья, вы работаете в первую очередь во благо нашей страны, во благо наших граждан. Но не во благо своего кармана. Вы должны прекрасно это понимать, что если ты раз взял взятку, значит, ты уже нарушил закон. Значит, ты уже, по сути, не чиновник, а преступник. И в коррупционной процессе всегда участвуют две стороны. Один дает взятку, а другой ее получает. И оба человека совершают преступление. Что один дал взяточник, что один принял эту взятку, тоже взяточник. Один взятка дателя, другой взятка получателя. Поэтому, друзья, хочу отметить работу наших спецслужб. Сработали на высоком уровне. Сегодня президент, когда выступал в генеральной прокуратуре, дал четко понять, что борьба с коррупцией в нашей стране должна вестись на высоком уровне. Она ведется. Даже по нашим делам, которые к нам люди обращаются. У нас тоже есть реальные дела, реальные посадки. О которых мы, кстати, в скором будущем расскажем. Когда продают суды, когда осудят некоторых товарищей, высокопоставленных. Мы, конечно, тоже об этом и будем говорить и расскажем. Поэтому едем дальше. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ссылочки здесь. Телеграм заходите. И будем вас информировать, что происходит в этом направлении. Продолжение следует.